Данила Гальпирович Потому что количество хороших новостей, на самом деле, по мере путешествия 2022 года нарастало, и, возможно, эта тенденция продолжится. У нас есть сегодня международные новости о том, как стоит Киев и как стойко держатся украинские граждане во время бесчеловечных обстрелов России. Начнем с этих обстрелов. Ксюша, расскажи, пожалуйста. Да, сегодня была третья масштабная волна ударов за последнее время. Система противовоздушной обороны Украины работали всю ночь, сбивая приближающиеся беспилотники. Громко в области и столице ночные атаки беспилотников, написал губернатор Киевской области Алексей Кулеба. И уточнил, что россияне запустили несколько волн дронов-шахедов, целятся в объекты критической инфраструктуры. В результате ночной атаки в Киеве была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за этого в городе начались аварийные отключения электроэнергии. И сегодня, вот я уже пыталась связаться с журналистами из Киева, они мне не могли ответить. Написали, что света нет, поэтому связь практически отсутствует. Также повреждено было в Киевской области 11 частных домов. За прошедшие сутки, 1 января, российские войска обстреливали Херсон и область. Есть один погибший и четверо раненых. Также под обстрелами были такие города, как Орехов, Гуляйполе, другие населенные пункты в Запорожской области, Никополь и Марганец в Днепропетровской области, Углидар, Водяное, Маренко в Донецкой области. В частности, если говорить о Херсоне, который я уже упомянула, его армия России атаковала 30 раз. Снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещение бассейна, частные и многоквартирные дома. А в Херсонской области россияне обстреляли из танка рынок в Береславе. Пять человек получили ранения, и все они сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. Ну и, конечно, мы сейчас с тобой поговорим о том, что произошло в Макеевке, где погибли российские военные. Мы не знаем точное число пока, но вот Министерство обороны России сообщило сегодня в ежедневной сводке, что в результате ракетного удара вооруженных сил Украины по базе в Макеевке погибли 63 российских военных. Тем временем украинская сторона сообщает совсем другие данные. Там счет идет на сотни. Звучали цифры и 600, и 400, и 200, ну разные. В Минобороны России говорят, что украинские военные выпустили шесть реактивных снарядов из установки «Хаймарс». Средства ПВО сбили две ракеты. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили в Министерстве. Я сегодня посмотрела, что пишут по этому поводу именно российские медиа. И на всех ресурсах вот такая скупая сводка от Минобороны больше ничего нет. Потому что, очевидно, скорее всего, потери гораздо больше. И сейчас, наверное, в Кремле в Минобороны думают, как правильно преподнести эту информацию. Ну вот уже преподнесли ее от Министерства обороны, как ты совершенно правильно сказал. Это было официальное заявление российского ведомства про 63 погибших. Ничего не говорят про раненых. И многие прокремлевские блогеры говорят, что раненых там вдвое больше, чем погибших. Но даже прокремлевские так называемые военкоры, об этом термином мы еще поговорим сегодня, эти военные блогеры пишут некоторые, что погибших больше сотни точно. Некоторые говорят про 200 человек и так далее, и про довольно много раненых. Дело в том, что видео с места событий, которое попало в сети, конечно, показывает полное уничтожение этого здания, где находились российские военнослужащие. Говорят, что в основном это были мобилизованные, если не полностью, следы практически, как я уже сказал, полного уничтожения вот этого вот массового скопления российских военнослужащих. Я знаю, что ты смотрела отчеты местных российских медиа о том, что там с родственниками. И также я знаю, что руководство региональное в России уже обещает помогать семьям погибших и так далее. Да, действительно, я проверила, что пишут СМИ Саратовской области и Самарской, потому что сообщалось о том, что большинство мобилизованных было из Саратова, Саратовской области. Но вот в телеграм-канале депутата Саратовской облдумы опровергли сообщение о гибели саратовцев в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке. И вообще саратовские медиа об этом почти ничего не сообщают. То есть никакой информации найти невозможно. Единственное, что я обнаружила, но уже в самарских медиа, я обнаружила публикацию такого ресурса, который называется «7 на 7. Горизонтальная Россия». И заголовок у него такой. Многих разорвало на части среди погибших в Макеевке самарские мобилизованные. Я прочитаю часть этого сообщения. Власти уточняют число пострадавших военнослужащих при ударе в здание училища в ДНР, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Но я употребляю все эти термины, потому что я цитирую сообщение российского медиа, еще раз подчеркну. Он посоветовал родственникам обратиться в военкоматы для уточнения информации или позвонить в колл-центр. Пообещал помочь раненым в лечении, поддержать семьи военных. В группе самарских мобилизованных написали, что все ротное имущество уничтожено, осталось под завалами. Родственницы мужчин в Тольятти решили устроить памятный митинг 3 января. Но вот за этим надо будет следить. И жена одного из мобилизованных рассказала изданию «7 на 7», что там действительно очень много погибших. Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте. Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали. Но вот что интересно с этой публикацией? Она разошлась в виде скриншотов, но я не нашла ее на сайте «Горизонтальной России». Очевидно, она провисела там какое-то время. 839 просмотров вот у нее стоит. А потом, скорее всего, ее убрали. Потому что сейчас на этом сайте ее найти невозможно. Ну, надо сказать, что вот да, в Самарской области региональные власти признали гибель выходцев из этого региона. Очевидно, что там, конечно, одно наложилось на другое, потому что прокремлевские телеграм-каналы еще сообщают, что на территории вот этого ПТУ, где, в общем, были размещены все эти мобилизованные, еще и размещался склад с боеприпасами, который вроде как сдетонировал после попадания в него ракет. В общем, сейчас, я так понимаю, и всякие радикальные люди типа Пригожина, прокремлевские блогеры, опять же, так называемые военкоры, будут поджаривать Министерство обороны России за то, что оно сосредоточило очень большое количество военнослужащих в одном месте. С другой стороны, это, в общем, не первая массовая гибель российских военнослужащих в Украине. Просто Минобороны России впервые признает, что за один раз были убиты вот столько российских военнослужащих. Я хочу отметить, что пока молчит спикер Госдумы Вячеслав Володин, который сам выходец из Саратова, и он такой куратор этой области, и он молчит, и вот, как мы сказали, губернатор Саратовской области. И почему вообще важен этот регион? Потому что до этого было несколько ударов по аэродрому в Энгельсе, который тоже в Саратовской области находится. Так что очень интересно будет посмотреть на продолжение этой истории. Ну, Володин уже довольно давно московский функционер, играет по московским правилам. Он знает, что ничего лишнего говорить не надо, кроме того безумия, которое он регулярно нагнетает в соцсетях. Если же возвращаться к тому, что вообще происходит в смысле ударов Украины по российским оккупантам, то подвел итоги 2022 года главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он сказал, что за 10 месяцев войны Украина смогла освободить 28% своей территории. В том числе он имел в виду и с учетом Крыма, и так называемых ДНР и ЛНР, то есть регионов Донбасса. За последние месяцы, Залужный говорит, вооруженные силы Украины освободили около 40 тысяч квадратных километров Украины. Это примерно 40% того, что Россия захватила после 24 февраля. Ну и также Залужный говорит, что за год вооруженные силы Украины очистили от взрывоопасных предметов более 1300 гектаров территорий. Также уничтожили 41 тысячу взрывоопасных предметов. Это отдельная, как мы с тобой, Ксюша, много раз говорили, забота, потому что очевидно, что и Россия буквально начиняла украинскую землю всякими боеприпасами, минами, всем, что не разорвалось. Ну и, естественно, минировали свою территорию украинцы. Если продолжать тему потерь, сообщается также о том, что в районе Бахмута, который по-прежнему остается самой горячей точкой на фронте, россияне продолжают нести серьезные потери. Только за минувшие сутки там было убито более 200 российских военных. Еще 87 получили ранения. Эти цифры в эфире национального телемарафона назвал пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый. Ну а тем временем Россия продолжает отправлять мобилизованных на оккупированные территории. Вот сегодня стало известно о том, что в оккупированное село Урзу, в которое находится под Мариуполем, прибыли мобилизованные россияне вместе с военной техникой. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, эту группу россиян призвали совсем недавно. И также появляются новости о том, что происходит сейчас с ЧВК Вагнера и вообще вокруг вербовки заключенных. В кафе и ресторанах в Ростове-на-Дону развесили ориентировки о розыске шестерых вооруженных заключенных, которые были завербованы как раз с ЧВК Вагнера. Об этом сообщают местные СМИ. Издание опубликовало фото ориентировки. В ней говорится, что в отдел МВД на водном транспорте поступила информация о том, что с 21 по 22 декабря осужденные покинули учебный центр в Краснодонском районе, самопровозглашенный ЛНР. Среди сбежавших, по данным ведомства, есть граждане России, Беларуси, Кыргызстана, а также трое граждан Узбекистана. Жители Ростовской области, которая граничит с Краснодонским районом, попросили обращать внимание на людей в военной форме и быть бдительными. Я думаю, что это, к сожалению, будет далеко не первый случай, когда вооруженные заключенные сбегают. И вот Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», она говорила совсем недавно мне в интервью о том, что уже показатели вооруженной преступности, криминальная обстановка ухудшается в пограничных регионах. Тем временем, если продолжать тему того, что происходит на поле боя, то у меня есть анализ британской разведки, последний, которая говорит, что вооруженным силам Украины следовало бы взять под полный контроль трассу Р-66, что подорвало бы еще серьезнее российскую оборону такого населенного пункта, как Кременная. Мы говорили о боях за Кременную много раз, и говорится, что трасса Р-66 является ключевым маршрутом для снабжения северного участка российского фронта в Донбассе из Белгородской области России. В общем, британцы говорят, что украинские военные с октября примерно регулярно подрывают возможности России что-либо поставлять по этой дороге, но если бы они ее полностью поставили под свой контроль, украинские военные, то это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной. Так считают британские разведчики. Другие разведчики в королевстве Дания опубликовали совсем недавно очень интересное заявление, которое войны не касается напрямую, но касается решений Владимира Путина о войне. Датская газета Берлингске опубликовала только что интервью с сотрудником военной разведки Дании, который говорит, что на решение Путина о начале войны могло повлиять лечение от рака. На самом деле, уже некоторое время назад, еще в апреле, издание «Проект» выясняло, что Владимира Путина в последние годы начала сопровождать группу врачей, и там были ухо-горлонос Алексей Щеглов, хирург, специализировавшийся на раке щитовидной железы Евгений Селиванов. И вот как раз датчане говорят, что действительно у Путина может быть рак щитовидной железы, и в результате лечений разных химий и так далее у Путина могли развиться побочные эффекты этого самого лечения, в том числе гормонального. В общем, такой вот анализ от одной из ведущих датских газет, я скажу, и это интересно. Сейчас, с одной стороны, слухи о здоровье Путина ходят самые разные, и очень многие предлагают просто не верить в то, что с ним там что-то не то происходит. Но вот такие утечки из разведок, вот такие признаки того, что в окружении Путина увеличилась активность врачей, они, конечно, серьезно интересны в смысле всяких ожиданий, в том числе и перспектив той войны, которую Россия ведет против Украины. Ну, кстати, многие обратили внимание на то, как выглядел, как держался Путин во время новогоднего обращения, обратили внимание на то, что он очень много кашлял, запинался, выглядел не совсем здоровым. Плюс ко всему, скорее всего, его обращение было записано на зеленом фоне, на так называемом хромакее, и вот этих военных, которые сзади стояли, их, скорее всего, просто потом подложили, потому что это очень бросается в глаза, когда смотришь, они там практически не двигаются, на него не смотрят, и даже когда он руками размахивает, никак не реагирует. Да, вообще с этими военными большая ирония, потому что, конечно же, сразу все начали проводить параллели с северокорейским лидером Ким Чен Ын, который регулярно снимается на фоне военных, что-то там такое говорит, и Ким Чен Ын и Путин как раз в Новый год ракеты запускают, так что один остался у Путина такой вот духовный брат в сообществе международном, и надо сказать, что этот духовный брат – это лидер страны-изгоя. Ну, а американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в бомбоубежище из-за воздушных тревог, из-за вот этих ракетных обстрелов, и развлекались они тем, что выбирали, находясь там, фразу года. Это они сообщили официально в своем твиттере, победила фраза, которая начинается со слов «русский военный корабль», далее по тексту. И Бриджит Бринг, посол США в Украине, тоже опубликовала твит, который написала невероятно в новогоднюю ночь «Россия хладнокровно и трусливо обстреливает Украину, Путин до сих пор еще не понял, что украинцы сделаны из железа». При этом американские медиа продолжают публиковать расследования российских военных преступлений, которые были совершены еще в начале войны. И «Нью-Йорк Таймс» публикует рассказы очевидцев о том, что российский военнослужащий, пьяный еще 27 марта, в Буче брал в заложники местного пожилого жителя, чтобы тот ему помог найти алкоголь. А после этого застрелил этого человека и хозяина дома, которые фактически под дулом автомата, согласились выпить с этим военным. И в материале «Нью-Йорк Таймс» рассказывают жуткие подробности, что командиры этого военного рассказывали украинцам, что вот будьте с ним там аккуратны, он безумен, мы не знаем сами, чего от него ожидать. То есть уже заведомый военный преступник, заведомый преступник был в Буче и вел себя, как ему хочется, там убивали людей, вот он убил их за фактически бутылку водки. А, кстати, в Украине начинают судить двоих российских военных, которые расстреляли мирного жителя во время оккупации Гастомеля в Киевской области, тоже в марте 2022 года. Как сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора, обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, направлен в суд. По данным следствия, в марте прошлого года на территории приюта для животных в Гастомеле россияне обустроили временный военный пункт. Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался сотрудничать. Тогда военные отвели мужчину куда-то в лес, якобы для устрашения и расстрела. Когда он второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять его. Мир, конечно же, за этим следит, фиксирует, запоминает и делает из этого выводы. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг очередной раз подтвердил поддержку Украины альянсом. Он это сделал в интервью каналу BBC Radio 4. Он сказал украинцам, мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы. И Столтенберг также считает, что Россия готовит новую волну наступления во время вот этой вот войны. И также призывает не недооценивать влияние проводимой в России мобилизации. Он сказал, что у Украины сейчас есть преимущество на поле боя. И довольно долго это уже продолжается. Но он фактически сказал, что Россия готова буквально набивать свою передовую пушечным мясом. Он сказал, что Украина, вероятно, еще не почувствовала все последствия вот этой частичной мобилизации. И что мобилизовано было очень много людей. Скорее всего, их будут бросать в бой массово. Так что все еще предстоит, в том числе и наступление со стороны России. Ну а Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате саммита Большой Семерки. Саммит этот пройдет в конце мая в Хиросиме. Отмечается, что Япония, как страна-глава группы Семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину. Выступление Зеленского познакомит лидеров Семерки с текущей ситуацией. Для Токио, как отмечают японские СМИ, координация действий Семерки в отношении Украины – это очень важный шаг в подготовке возможного развития событий вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю, совместно с США и Европой. Аналогично тому, как это было сделано по отношению к Российской Федерации. Я напомню, что когда-то, 22 года назад, именно в Японии, саммит Большой Восьмерки был первым для Путина в качестве президента. Я был на этом саммите, и тогда я помню, как президент США Билл Клинтон и премьер-министр Британии Тони Блэр вместе с Путиным, обнимаясь за плечи, позировали для фотографий и так далее. И по вот этим саммитам можно увидеть, какой путь за эти 22 года прошла Россия. Очевидно, что в Японии в местных медиа очень много пишут о бесчеловечности российской войны против Украины, довольно сильно поддерживают Украину на гуманитарном уровне. И для японцев это очень личное восприятие того, как Россия уничтожает Украину, но, естественно, не может этого сделать. При этом Украина, естественно, продолжает партнерствовать и с Европой в деле своей защиты и для того, чтобы потом восстанавливаться после этой войны. И 3 февраля в Киеве, а не в Брюсселе, состоится саммит Украины-ЕС. Дело в том, что по очередности, так сказать, по очереди саммит должен был быть в Брюсселе, но вот решили проводить его в Украине, в Киеве. Это было решено после разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они поговорили о том, что еще Украине нужно сделать для вступления в Евросоюз. Ну и саммит этот переносился, но теперь уже, очевидно, он пройдет 3 февраля. В Киеве дата намечена. А я теперь перейду к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». Очень интересная история сегодня в ней. Двум местным жителям города Чебоксары запретили посещать магазины разливного пива. Такое наказание они получили за то, что повредили инсталляцию с буквой «З». Мировая судья судебного участка номер 2 Ленинского района назначила по 8 месяцев ограничения свободы Николаю Михайлову и Андрею Федорову. По данным следствия, чебоксарцы сломали конструкцию в ночь на 17 июня. То есть это давно произошло, но вот только сейчас стало известно, что с ними теперь будет. Согласно видео с места, один из них с бутылкой в руке ударил по инсталляции ногой и проломил ее. А его знакомый потом несколько раз ударил по ней кулаками. Задержали мужчин в тот же день и оштрафовали по статье о дискредитации действий российской армии. А вот приговор по делу о вандализме вынесли только 18 ноября. Чебоксарцев обязали отмечаться в уголовно-исправительной инспекции, согласовывать с ней поездки за город, не выходить из дома ночью и, как я уже сказала, не посещать места реализации алкогольных напитков в разлив. То есть не знают, куда деть вот эти знаки с буквой «З» от народной любви. Ну да, в общем, с народными знаками, связанными с этой войной, вообще как-то поняли уже, наверное, российские власти, что несколько оплошали. И на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вот эта такая инсталляция ложной привязанности Мариуполя и Санкт-Петербурга, два сердечка, в новогоднюю ночь была окружена двойным забором, чтобы, не дай бог, санкт-петербуржцы не проникли поближе к этим двум сердцам и не выразили свою любовь каким-нибудь необычным способом, наверное. Ну и в конце, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение. В Украине выходит перевод биографии писателя Михаила Булгакова, написанной Мариэттой Чудаковой. И, конечно, этот факт разрывает все шаблоны, потому что один из главных пропагандистских нарративов в России – это то, что культуру русскую везде, по всему миру уничтожают, но и особенно, конечно, в Украине. Естественно, в Украине идет сейчас пересмотр отношения к русской культуре и к русскому культурному наследию. Это так. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, в Украине выходит перевод биографии Булгакова, написанной, наверное, главным специалистом по Булгакову Мариэттой Чудаковой. Я с ней виделась в свое время в Киеве и записывала с ней об этом интервью, когда она приезжала в Киев где-то лет пять или шесть назад и приходила к нам на радио. Но вот теперь пытаются как-то это объяснить. Как объяснить то, что выходит биография Булгакова? Но Захар Прилепин, которого у меня уже не поворачивается язык назвать писателем, придумал, как это объяснить. Он сказал, что это злобная антисоветчина, которую любят в Украине сегодня. Слабое объяснение, мне кажется. С другой стороны, та советчина, которую сейчас вводит российская власть на территории России, она, конечно же, уже в крайних формах Советского Союза. Так что он, давая такие объяснения, колеблется вместе с генеральной линией, что называется, и явно чувствует, что к Советскому Союзу в Кремле большая тяга. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok